Вот так мы стираем каждый раз. В тазик наливаем воды и стираем, а потом понесём её сливать, дабы не утонуть. Мы ходим в сапогах здесь всегда. Я здесь, конечно, не выливаю, не высыпаю. Я иду до туалета. Хорошо, что туалет поставили на. Иду до туалета, сливаю. Крысы бегают, вот такие вот. Мыши, крысы, тараканы. Ужас. Кухня, вот, да, вот, посмотрите, как мы здесь вешаем бельё. С газом невозможно находиться, правильно? Да, тут неисправные у нас тут и печки, и проводки. Текут крыши, вообще ужас, чё. В этот дом приехала бабушка моя ещё во время войны, конец войны. Их стали сюда приглашать на работу. Ну, жены были любые рабочие руки, потому что вот здесь нефть и газ открыли. Ну, вот она приехала. Этот дом уже, как бы, немцы, вот они их быстренько эту улицу достраивали. И эти комнаты были даны, как им, как пересепеленцам из деревень, которые здесь, значит, начнут здесь работать, под временное им, под временное жильё эти бараки были построены. А в результате, видите, 70 с лишним лет. Вот он, это просто человек, я готова за него, не знаю, жизнь отдать. Потому что вот только он услышал, он вот понял эту проблему, и всё это вот здесь как-то началось, заварилось. И вот мы теперь хоть какую-то имеем надежду, что мы из этих бараков уйдём. Он же местный, неужели он не знал про эти районы? Это же Саратов всё-таки, это часть города. Вы понимаете, как? Он был здесь чиновником в своё время. Ну, это было давно. Вот когда он был здесь, он обещал всё-таки облагородить эту улицу. Ну, видите как, работа, Москва, я всё понимаю, загруженность. Ну и что, вас успокаивает вот эта конструкция? Да нет, конечно. Нет, поэтому мы пытаемся бороться, также ходим по инстанциям, хотим чего-то добиться, чтобы, ну, аварийным, я не знаю, признали. Потому что вот эта вот конструкция, это бессмысленная. Сам весь кирпич уже, он устарел. Субтитры создавал DimaTorzok